Привет, друзья! Меня зовут Регина и вы на моем канале. Сегодня мы будем делать универсальный декор для ваших работ. Будем использовать обрезки бумаги и штампы. Я буду использовать фрагменты скраб-бумаги, также тонированные листы из обычной тетради. Буду использовать фрагменты от упаковки от скраб-материалов, листы из книг состаренные. Буду использовать карту и страницы журналов с небольшими ботаническими иллюстрациями. Сегодня буду работать штампом рамка. У меня вот такая классическая, но можно использовать любую. Также буду использовать штампы на ботаническую тему, растительные и штампы насекомые, а также фоновые и текстовые штампы. Начинаю я с самого простого варианта. Я возьму штамп-рамка и сделаю оттиск поверх красивой иллюстрации готовой из журнала. Примеряю рамку таким образом, чтобы иллюстрация была внутри нее. Вместе туда попадает текст, но так даже интереснее. Получилось уже неплохо, но впоследствии еще доработаем, хотя можно уже и в таком варианте использовать в работе. Повторю тоже самое с нижней частью изображения. Не обязательно использовать ее горизонтально, эту рамку. Можно сделать оттиск вертикально, как, например, сейчас. Здесь растение полностью влезет в эту рамку. И вот такая красота получается, которую мы еще доработаем. Повторю то же самое на этой странице. Здесь я сделаю две рамки рядом друг с другом. И самое главное, не делать оттиски слишком близко, чтобы впоследствии было комфортно и удобно вырезать. Сейчас можно заметить, что внутри рамки композиционное изображение не очень удачное. Здесь много пустого пространства. И это мы потом исправим все с помощью штампинга. На данном этапе выглядит так. Если нет каких-то красивых изображений из журналов или из книг, то можно использовать обычную скраб бумагу. Например, у меня был вот такой фрагмент, который я вряд ли бы использовала где-то в работе. Но здесь красивые цветы и я ставлю оттиски прямо поверх этих изображений. Примеряю таким образом, чтобы внутри рамки цветок смотрелся симпатично. И это отличный способ переработать такие небольшие фрагменты бумаги. Вот так получается. За кадром я сделала рамки на фоновых листах, на листах из книги. И вот здесь, обратите внимание, слишком близко поставила я оттиски. Избегайте такого. Особенно если рамки какие-то ажурные, которые сложно вырезаются. Здесь я работала кое-где первым и вторым оттиском. Но все-таки мне кажется, что рамки более эффектно выглядят, когда сама граница этой рамки яркая, насыщенная. Поэтому советую все-таки работать первым самым ярким и сочным оттиском. Теперь я ставлю оттиски на скраб бумаги. И видно, какие маленькие фрагменты я использую. Их пристроить куда-то достаточно сложно, разве что сделать вырубку из них. Но для такого декора они отлично пригодятся. Вот здесь я буду ставить оттиск первым и вторым. Видно, что второй очень бледный, но для каких-то состаренных, завинтаженных работ может сгодиться. А это у меня упаковка от высечек, кажется мистер пейнтер. И там есть такая техническая надпись упаковщица и номер. И я ставлю рамку, чтобы эту надпись захватить. Здесь у меня немного не пропечатается рамка, но я думаю, что это можно будет обыграть. И также использую ее в работе. И теперь вырезаем все рамочки. Если вы новичок или если у вас очень ажурная рамка, то лучше оставлять небольшой кантик на границе с оттиском, чтобы рамочка смотрелась более аккуратно. И я когда режу, поворачиваю саму рамочку, а не ножницы. Так линия реза получается более плавная. Но если рамка такая, как у меня, в принципе здесь много прямых линий, то ее несложно будет вырезать по границе самого оттиска. Итак, я вырезала все свои рамочки. Некоторые из них уже симпатично выглядят и их уже можно использовать в работах. Конечно, самый простой вариант это просто наклеивать их куда-то в работе, записывать туда даты или какой-то журналинг. Но мы пойдем дальше и доработаем их. Итак, приступаем к штампингу. Но прежде чем штамповать, я беру лист для заметок с клеевым слоем и наклеиваю его ровно по границе рамки. Это необходимо для того, чтобы когда мы будем делать оттиски внутри рамки, чтобы они не заходили на сами границы рамок. Так наши декоративные элементы будут более аккуратными. И я выбираю растение, которое буду штамповать и делаю оттиск. И теперь видно, что лишний оттиск он пропечатывается на стикере, а на рамке чернил нет и она выглядит очень аккуратно. Повторю то же самое с другой стороны и здесь нужно не торопиться, аккуратно наклеить, чтобы стикеры были четко по границе рамки. Добавлю немного фонового текста и, в принципе, рамка готова. Очень быстро и просто мы сделали такой декоративный элемент. Сейчас будем дорабатывать рамку, которую я вырезала из журнала. Штампинг добавит этой рамочке глубины, объема, какой-то живости. И в целом, мне кажется, облагородит ее, сделает ее более сложной, более интересной. Здесь уже есть центральный главный элемент, это растение, поэтому я буду добавлять только акценты. Такое маленькое насекомое добавлю фрагментарно и небольшую цифру. Сразу рамочка становится симпатичнее. Хочу добавить еще акцент на такую печать. Она у меня с первого раза не пропечаталась, но я считаю, что такие непропечатанные печати выглядят довольно натурально. Поэтому не расстраиваюсь и поставила просто сверху второй оттиск. Вот такая рамочка получилась. Как будто бы страничка из какого-то справочника. Итак, продолжаем. Теперь возьмем рамочку, которую мы вырезали из скраб-бумаги и тоже слегка ее доработаем. Я возьму фоновый текст и добавлю фонового текста для того, чтобы изображение было более объемным, более интересным. Теперь возьму штамп маленькие цифры и акцентно добавлю их вниз рамки. Я специально использую только одну рамку в своей работе для того, чтобы показать вам вариативность. Но, конечно, по такому принципу можно работать с любой рамочкой. И рамки можно использовать не только вертикально, но и горизонтально. Например, сейчас я ставлю оттиск бабочки. Дополняю его небольшим фрагментом текстового штампа. И, в принципе, рамка готова. Абсолютно универсальная. В любую работу ее можно использовать. Вы сами решаете, насколько плотно будут заштампованы ваши рамки. Можно туда вообще только один какой-то оттиск добавить крупный и на этом остановиться. Можно добавить и текст, и маленькие штампы, и крупные оттиски. Все зависит от вашего настроения. Беру рамку с фоном таким интересным и ставлю туда растение фрагментарно. И выглядит уже очень здорово. В целом, сам рецепт таких рамок, такого декора, это какой-то крупный оттиск, главный оттиск, в моем случае это растение. И затем к нему добавляем какой-то маленький оттиск в виде акцента. По желанию можно добавить фон. Например, на эту рамку фон уже необходимости нет делать, потому что здесь и так такой насыщенный и интересный фон. А если на рамке фон не активный, то можно добавить немного текста, к примеру. Эта рамка сделана из-под упаковки скраб материалов и можно использовать в таких рамках не только такие продолговатые вытянутые штампы, но и более крупные, но использовать их фрагментарно. Как, например, сейчас вы видите, я делаю оттиск цветка, делаю его посередине. На рамке будет видно только часть цветка, но он будет читабельный. И я беру сейчас чернила более светлые и ставлю фоновый текст. Мне такая рамочка напоминает, как в разных учебниках или книгах какую-то особо важную информацию помещают в рамки. И вот что-то подобное получилось у меня. Сейчас возьму рамку из журнала, которая не очень удобна. по композиции и немножко исправлю это с помощью штампинга. Здесь много пустого пространства и текст, и само изображение цветка. Они выглядят как-то разрозненно. Сначала я примерила штамп Божья коровка, но он крупноват, и я возьму снова вот такую мушку. Поставлю эти оттиски фрагментарно. А чтобы заполнить пустое пространство и как бы соединить все элементы, я возьму фоновый текст. Фоновый текст отличное решение в данном случае, поскольку он не несет какой-то отдельной смысловой нагрузки, но соединит все элементы между собой. И вот такая рамка получилась. При необходимости можно еще почтовый штемпель добавить, но мы всегда можем вернуться и доработать. На этой рамочке буду использовать один из своих любимых растительных штампов. Он очень такой красивый, фактурный и красив уже сам по себе, без дополнительных украшательств. Все штампы я использую от питерского скраб-клуба. Если вдруг какой-то штамп вас заинтересовал, спросите в комментариях, я дам на него ссылку. Для того, чтобы делать такой декор, не нужно иметь много штампов. И если вы видели прошлые мои видео, то вы можете обратить внимание на то, что я, в принципе, пользуюсь одними и теми же штампами. Я намеренно не беру какие-то другие, стараюсь обходиться небольшим количеством, повторять штампы в работах, которые показываю. Для того, чтобы вы убедились, что штампы это очень универсальный инструмент. Здесь я совершила небольшую ошибку. Вы можете заметить, что лист верхний приклеен недостаточно хорошо, он топорщится. И из-за этого у меня получится не очень качественный второй оттиск. Верхний жук, он плохо пропечатается на границе, как раз потому, что там неплотно прилегает бумага и надо было нажать посильнее, либо приклеить ее лучше. Но я думаю, что можно будет это место затонировать посильнее и сделать такую рамочку с налетом состаренности, как будто бы там изображение уже выцвело. В общем, думаю, что эту ошибку можно исправить. Снова добавляю фоновый текст светлыми чернилами, акцент на цифры. Использую похожие штампы, но все равно все рамочки разные, не похожи друг на друга. Этого мы добиваемся благодаря разнообразным фонам, разным бумажкам, на которых мы делаем эти рамки, а также разным композиционным решениям, которые мы используем, когда штампуем. И вот здесь я захотела доработать рамку, вернулась к ней и поставила оттиск. Это очень классно, когда в процессе можно что-то еще доработать. Не обязательно использовать совсем маленькие штампы сейчас на этой рамочке. Вы увидите, как я использую достаточно крупный штамп. Он приблизительно 8 или 9 сантиметров, но я буду использовать его фрагментарно. Нанесу чернила только на цветы. Теперь поворачиваю штамп таким образом, чтобы цветы хорошо смотрелись в рамке. Делаю оттиск и все лишнее отпечатывается на листах для заметок. Я достаточно плотно заштамповываю все пространство, потому что мне нравится такой стиль. Но вам не обязательно использовать много штампов. Заставьте работать те штампы, которые у вас есть в вашей коллекции. Сейчас возьму штамп с цифрами и нанесу чернила только на одну цифру. И поставлю такой маленький оттиск. В конце видео я покажу примеры, как можно использовать такие рамочки в готовых работах. На примере своего ботанического джанкбука. Эта рамочка получилась очень классно. Мне она очень нравится. Хотя здесь всего два оттиска. Сама рамка и оттиск растения. Это отличный пример того, что не нужно иметь много штампов, чтобы сделать красивый декор. Однако самое важное, чтобы этот главный оттиск был хорошо пропечатанный, качественный. Если вам интересно, как делать такие рамки другой формы, овальные, круглые, то напишите в комментариях и я сниму такое видео. А также у меня есть несколько видео на тему, как делать декор из обрезков и штампов. Сейчас ссылка появится в правом верхнем углу. И если вы его не видели, то я рекомендую вам после того, как вы досмотрите это видео, ознакомиться с ним. Здесь я отвлеклась или утомилась, я не знаю, но я неправильно наклеила текерные листы. Надо было их наклеить по длинной стороне. Я почему-то наклеила по короткой, но здесь вы можете посмотреть, как я делаю фрагментарно оттиск клевера. И получилось очень красиво, только листочки клевера. Но, конечно, если бы я правильно наклеила маску, было бы еще лучше. И дополняю эту рамочку фоновым текстом. И в целом эта рамочка получилась очень здорово. Мне она очень нравится, потому что здесь сразу и не разберешь, где штампинг, где типографский текст. Получилось очень сложно. И так я закончила с рамками и в принципе их можно уже использовать. Но я хочу их еще доработать и сделать тонировку по краю, чтобы оттенить, чтобы добавить глубины и объема своим рамкам. Я недавно заправила чернильную подушку. И для того, чтобы тонировать, чернил на аппликаторе не должно быть много, поэтому я излишки чернил сняла на черновике. И если вы не видели видео, как я заправляю чернильные подушки, то я сейчас прикреплю ссылку в правый верхний угол. Переходите, посмотрите. Я думаю, что оно будет для вас полезным. При тонировке важно, если вы вырезали свои рамочки по границе оттиска, то есть без отступа, то выбирайте чернила для тонировки в цвет чернил оттиска. Потому что если оттиск у вас будет зеленым, а вы будете тонировать черным или коричневым, то цвет чернил может поменяться и это может быть не очень красиво. Поэтому для зеленых рамочек я выбираю зеленую тонировку, а для коричневых рамочек я выбираю коричневую тонировку. Ну а если вы вырезали с отступом, то можете выбирать в принципе любой цвет чернил для тонировки. Итак, готовый результат. Потратили совсем немного времени, немного ресурсов и целая гора разнообразных рамочек для ваших работ. Вот это очень красиво, здесь всего два оттиска, но выглядит она очень эффектно, в любую работу абсолютно подойдет. Некоторые рамочки получились лучше, некоторые нравятся мне чуть меньше, но я думаю, что они все найдут место в работах. Конечно, можно сделать такой декор на любую тематику, а можно наоборот универсальные рамочки сделать и добавлять их потом по мере необходимости. И с таким декором, который вы сделаете своими руками, работать гораздо приятнее, это сильнее вдохновляет на творчество. Конечно, это отличный способ утилизации маленьких обрезков бумаги и такой декор очень экономичный. Вот это очень красивая рамочка, здесь я фрагментарно поставила только луковицу и фоновый текст. Классно смотрятся рамки из журнала. И вот мы использовали не так много штампов, мы использовали всего одну рамку. Ни один декоративный элемент не похож на другой. Создание таких рамочек это отличный способ отдыха между какими-то крупными проектами. Просто поштамповать в удовольствие, но и провести как бы с пользой время, заготовить декор на будущие работы. Такие скраб заготовки сделать. У меня получилось около 50 рамочек и самое долгое это их вырезать, а штамповать это вообще очень быстрый процесс, приятный. Поэтому я рекомендую вам попробовать и думаю, что вы влюбитесь в них, в такой декор. И теперь покажу на примере своего блокнота. Конечно, можно использовать такие рамки на обложке для декора. Отлично подойдет для того, чтобы использовать такие рамочки внутри блокнотов, внутри джанков. Они классно оживляют странички. Также такие рамочки можно использовать как табуляторы, если наклеить их на какую-то плотную бумагу. И они будут выглядывать так, как ярлычки. Конечно, можно использовать и такие рамочки в каких-то объемных композициях. Можно делать из них хлястики для того, чтобы вытаскивать карточки из карманов. Конечно, можно использовать такие рамочки в штамповых композициях. И наклеивать их на разные карманы, конверты, пакетики. И если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте пальчик вверх. Это помогает моему каналу развиться, а мне помогает морально. До встречи в следующих видео. 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 До встречи в следующих видео.